МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные события этого дня прямо сейчас в Центре новостей. В студии Марина Чернышева. Добрый вечер. В регионе готовят к отправке новую партию гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Продукты питания, средства личной гигиены, одежда. 10 тонн груза отправятся в пункты временного пребывания жителей Донбасса. В феврале и марте астраханцы собрали около 25 тонн гуманитарной помощи. Подробности у Екатерины Колчиной. С начала февраля в Астраханской области было собрано порядка 25 тонн гуманитарной помощи. Это средства личной гигиены. Сахар, макароны, крупы, консервы, одежда. Вся эта помощь направляется в российские регионы, в Донецкую и Луганскую народные республики, в пункты временного пребывания беженцев. Дорога дальняя упаковывают тщательно и надежно. Крупы, макароны, чай, средства личной гигиены – все в разные коробки. Все для жителей Донбасса. На главном складе областного Минсоца многолюдно работают сотрудники ведомства и волонтеры. На склад свозят все, что до этого доставили в региональные центры соцподдержки неравнодушные астраханцы. От региона уже было отправлено порядка 10 тонн гуманитарного груза. Сейчас сформировано еще 10 тонн. Работники астраханского предприятия по изготовлению тары и упаковки приехали, чтобы помочь не только в сборе, но и показать, как правильно и, главное, герметично упаковывать. Волонтеры, представители профсоюзов и предприятий, казачество – все ради одной цели. Помощь вратскому народу Сергей Шенков считает своим долгом. Как не помогать? Это наш долг, это братский народ, которые сейчас попали в беду, которые страдают сейчас кондиционалистов. И наша прямая обязанность – просто помочь им. Я надеюсь, что если вдруг когда-нибудь случится беда на нашей земле, то точно так же они соберут и помогут нам. Детское питание, подсолнечное масло, вода, одежда, бытовая химия, постельные принадлежности. Сформированный гуманитарный груз планируют отправить уже завтра. Он формируется, затем нам будет предоставлен транспорт числа 29-го. То есть это будет зависеть от того, как нам предоставят транспорт. Я думаю, что сегодня-завтра он уже будет окончательно сформирован и готов к погрузке. До числа 29-го поедет наш груз в сторону Донецка-Луганска или Ростова. Этот груз пойдет целенаправленно в пункты временного размещения граждан. Те, которые созданы на территории Российской Федерации. Они же созданы не только на территории Российской Федерации. Есть и в Луганской, и в Донецкой Республике. Вот в один из этих центров и будет направлен данный груз. На сегодняшний день в Астраханскую область самостоятельно приехали больше 100 жителей Донецкой и Луганской народных республик. 14 человек проживают в социальном центре «Здравушка». Всем им оказывается необходимая помощь. Предлагаем им помощь медицинскую, потому что у кого-то со здоровьем. Вот из тех, кто прибыл, два инвалида даже есть, которым необходимо оказать помощь и поддержку. Помогаем с продуктами питания, если это необходимо, с одеждой, потому что тоже многие остались просто без крова, и которым необходима поддержка. Далее, конечно, оказываем услуги в системе образования, потому что много прибыло детей, которым требуется образование и помощь. Также предлагаем трудоустройство. И люди хотят работать. Несколько человек определились и выбрали одни из самых востребованных специальностей. Швея, плотник, специалист по электросвязи. Екатерина Колчина, Игорь Нефиденко, Центр новостей. В Астраханской области открывают границу с Казахстаном. С 30 марта можно будет свободно проезжать через автомобильный пункт пропуска «Караузек». Теперь въезд и выезд через сухопутную границу с Казахстаном, а также с Монголией, будет проходить в прежнем режиме. Такое решение приняли участники регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Напомним, ограничения на пересечение сухопутной границы ввели в марте 2020 года из-за пандемии. Без уважительной причины в Казахстан до этого можно было добраться только воздушным транспортом. Для того, чтобы попасть из России в Казахстан через автомобильный пункт пропуска «Караузек», надо было предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Ведущие анестезиологи и реаниматологи страны собрались в Астрахани. Наш регион принял Всероссийский образовательный форум. Его цель – обменяться опытом в новых формах анестезии, чтобы снизить материнскую и младенческую смертность. Астраханским врачам было чем поделиться с коллегами из других субъектов страны, продолжит Артём Лепёхин. Жизнедеятельность младенцев, родившиеся с патологиями, здесь поддерживают специальные аппараты, в том числе 12 кувезов. Младенцы чувствуют себя в них, как в материнской утробе, что способствует скорейшей реабилитации. Считались живорождёнными дети старше 28 недель гистации и больше килограмма веса. То есть таких маленьких детей, они считались выкидышными. Их просто... Они же не способны. Без всей этой аппаратуры они же не способны. 20 лет назад такой аппаратуры не было в принципе. В областном перинатальном центре есть и реанимация интенсивной терапии для новорожденных. Изменился подход к обезболиванию. Раньше применялись в основном общий вид обезболивания, при котором, конечно, какая-то часть могла попасть и ребёнку через гематоэнцефалический барьер. В областном перинатальном центре уже вовсю применяют новые формы анестезии при родах. Так называемая педуральная анестезия, наркоз местного применения. В том числе обезболивание поперечного пространства живота. Для женщины и для ребёнка это безопасные виды обезболивания, регионарные методы анестезии. Женщина находится во время операции, допустим, в сознании. Ей ребёночка сразу показывают. Астраханские специалисты утверждают, что подобные виды анестезии применяют в ведущих клиниках страны, что и подтвердили участники Всероссийского образовательного форума. В Астрахань на два дня съехались ведущие анестезиологи и реаниматологи страны. У нас в области форум проходят уже во второй раз. Профессия не стоит на месте. Есть всегда к чему стремиться. Всегда появляется что-то новое. Коллеги из других городов могут нам где-то подсказать, где-то помочь. И для этого сейчас у нас существует телемедицинская помощь. В плане того, что если что-то непонятно какому-то доктору, он связывается с телемедициной. Ему всегда всё доступно объяснят. Но одно дело посредством видеосвязи совсем иное общение с ведущими специалистами страны с глазу на глаз. Обмен знаниями и опытом. Астраханским врачам в этом смысле есть чем поделиться с медиками из других регионов. Всё течёт и меняется. И у нас в академической медицине есть успехи, которые, это академическая медицина, которая является фундаментом практической медицины. С появлением новой техники и новых технологий цифры младенческой смертности в регионе резко сокращаются. Прогресс не стоит на месте. В первую очередь медицинский. Артём Лепёхин, Руслан Срывченко, Алексей Егупов. Центр новостей. В Астраханской области запрет на вылов в облы вводить не будут. Информацию подтверждает региональный Минсельхоз. Вылов частяковой рыбы пройдёт в прежнем режиме. С 1 по 10 апреля. Мораторий на добычу в облы планировали вести из-за резкого снижения запасов биоресурса. По данным мониторинга, промысловый запас в облы оценивают в 22 тысячи тонн. Показатель близок к критическому. Количество незаконно выловленной в облы в два раза превышает промышленную и любительскую рыбодобычу. Такой вывод на рыбохозяйственном совете сделал глава регионального Минсельхоза Руслан Пашаев. Напомним, весенняя пути на Ваван-дельте стартовала 15 февраля. На Волге и её притоках 1 марта. Занимаются промышленной рыбодобычей 53 предприятия. Разрешённый объём вылова рыбы – 53 тысячи тонн. Инициатива исходила у нас Федерального агентства по рыболовству. Для того, чтобы был запрет, у нас необходим нормативно-правовой акт. Но до сегодняшнего момента нормативно-правовой акт не вышел. Поэтому в связи с этим не будет запрета. Это были и предложения ФАРа на основании, скорее всего, науки. Поэтому дальше уже это будет опять-таки рассматриваться с наукой и с Федеральным агентством по рыболовству. Специалисты Астраханского биосферного заповедника оценивают ущерб от последнего пожара. Огонь затронул более 2000 гектаров охраняемой зоны. Чтобы не допустить повторного возникновения огня, на территории заповедника прошли учения тушения лесных и тростниковых пожаров. В них приняли участие первокурсники пожарного отделения АГАСУ и школьники. Тему продолжит Анна Жучкова. Огонь и едкий дым. Прямо сейчас за моей спиной сотрудники МЧС устраняют локальный пожар. Так мог бы начинаться репортаж о пожаре в Астраханском заповеднике. Но это учение. По сценарию на территории Дамчинского участка загорелась сухая трава. Зафиксировано три очага в 10 метрах друг от друга. Ликвидируют открытый огонь пожарные и сотрудники заповедника. Спасатели МЧС в воду не жалеют. Они проливают участки вокруг очагов, чтобы огонь не пошел дальше. По легенде учения, на сопредельной территории неизвестные подожгли сухую траву. Ветер перенес в степную зону заповедника черный пепел. От него и загорелась трава. В реальности именно так и бывает. На прошлой неделе на Трехизбинском участке спасатели и сотрудники заповедника тушили крупный пожар. Огонь охватил почти 2300 гектаров. В тушении были задействованы 16 человек и 9 единиц спецтехники. Только через сутки возгорание удалось ликвидировать. Пожар в заповеднике на границе с населенным пунктом Тишково уже второй за месяц. В начале марта сотрудники заповедника справились своими силами. В этот раз вызвали МЧС на подмогу. Ущерб от последнего пожара еще предстоит оценить. В первый раз все обошлось малыми потерями. В связи с тем, что, пожалуй, был в такой ранневесенний период, то есть мы еще не наблюдаем массового скопления ни птиц, ни животных на наших участках. То есть еще гнездования периода нет. Но, соответственно, гибели животных мы не обнаружили. Оно и к лучшему. В заповеднике обитает более 100 видов краснокнижных представителей флоры и фауны. На территории активно гнездятся орланы-белохвосты. Сотрудники насчитывают около 150 пар редкой птицы. Одной из причин гибели орланов – пожары в заповеднике. Большинство из них носят человеческий характер. Травяные пожары, их еще называют травяными палами, происходят осенью и весной. Существуют ошибочные мнения, что на выгоревшей земле все лучше растет. Это миф. Почва, наоборот, теряет плодородность. В огне гибнут животные и птицы. Восстанавливается земля после таких пожаров не один десяток лет. Специалисты заповедника стараются донести это до жителей региона. Решили начать со школьников и студентов. В рамках грантового проекта «Остановим пожары в дельте вместе» ребята участвуют в тушении пожаров. Конечно же, во время учений. Сейчас тушим пожар. То есть мокрые швабры мы препятствуем поступлению дальнейшего огня. А дым тоже тушим, чтобы вследствие ветра дальше не произошло в изгорании. Условный пожар удалось ликвидировать меньше, чем за час. Огонь не распространился дальше. Животные и птицы спасены. Конечно же, это идеальный сценарий. В реальной ситуации все непредсказуемо. Например, из-за сильного ветра площадь, охваченная огнем, может увеличиться мгновенно. Сейчас сотрудники заповедника на чеку. Спецтехника в полной готовности. Территория заповедника круглосуточно под наблюдением. Сотрудники ведут дежурство. Анна Жучкова, Роман Черкашин, Центр новостей. Астраханцы задолжали за горячую воду и отопление более 730 миллионов рублей. Из-за задолженности потребителей поставщик ресурса Коммунэнерго сам оказался в списке должников. Муниципальное предприятие не может своевременно вносить платежи за газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотведение. Также МУП не может проводить плановый ремонт котельных и тепловых сетей, модернизировать оборудование и поддерживать сети. Теплоснабжение в технически исправном состоянии. Что в дальнейшем может привести к коммунальным авариям. Астраханцы могут воспользоваться льготами при оплате налога на имущество. Об этом напоминает региональное управление Федеральной налоговой службы. Среди тех, кто может не платить госпошлину на имущество, физлиц, ветераны, герой Советского Союза и России, инвалиды первой и второй группы, участники Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащие со стажем 20 и более лет. В этом случае никаких заявлений на льготы подавать не нужно. Льготы, как и ставки налогов, устанавливают региональные местные органы власти. Кроме того, с прошлого года полностью освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилых объектов многодетные семьи. При этом сумма проданного имущества не должна превышать 50 миллионов рублей. Продав жилье до 30 апреля следующего за продажей года, семья должна приобрести другую недвижимость и улучшить жилищные условия. Законом Астраханской области в 2021 году введена льгота для многодетных граждан. Для одного из усыновителей или родителей по транспортному налогу льгота за одно транспортное средство. Следует отметить, что беззаявительный характер льгот предусмотрен только если граждане, по многодетным гражданам предусмотрен, если граждане обращались в органы соцзащиты для материальной поддержки социальной, либо для получения удостоверения. Только тогда органы вышлют нам в беззаявительном порядке данные. В остальных случаях необходимо многодетным гражданам представить заявление и копии, подтверждающие их статус. Огурцы подешевели. Цена снизилась почти на 9%. Единственный продукт, который упал в цене за последние три недели, назвал Росстат. Месяц назад килограмм огурцов стоил больше 200 рублей. Сегодня стоимость снизилась до 185 рублей. Когда первые плоды овощей появятся в Астрахани и грозит ли нам дефицит огурцов? Об этом в сюжете Леана Каплановой. Работа в этом тепличном комплексе Камазягского района идет круглый год. Сегодня растеневоды начали прополку рассады перца. Из одного такого ящика агрономы получат в среднем 150 кустов перца. Всего здесь более 300 ящиков. Рассаду важно вовремя освобождать от сорняка, иначе последствия могут быть необратимыми. Перец умрет, они задушат перец, трава задушат перец. Как только установится стабильно теплая погода, перец высадят в открытый грунт. В этом году площадь высадки перца увеличат с 6 до 15 гектаров. Ранний урожай надеются получить уже в конце весны. Если в апреле, там дней 40 созревания после высадки, и потом уже появляется первая продукция. А вот урожай огурцов здесь собирают круглый год. Их выращивают в пяти теплицах. Когда будет следующий урожай, агрономы определяют по цветению. Появляются маленькие пупсятки, вот такие вот маленькие, а потом появляется цветок. Ну и дней через 10 уже можно, вот прищипываясь усики, подматываясь, и уже дней через 10 у нас будет продукция. В прошлом году в этом крестьянском хозяйстве произвели более 10 тысяч тонн овощей в открытом грунте и 3 тысячи в теплицах. Камызякских овощей хватало не только для астраханцев. Много, от всех городов едут. И Москва, и Питер, и вообще даже холодные регионы. У нас даже были и в Сумуртии приезжали люди, тоже закупали. В этом году аграрий планирует увеличивать как объемы, так и ассортимент. Сейчас тут выращивается перец, там в теплице выращиваются огурцы, на будущее планируем томаты, арбузы, дыни. Возможно, если еще будет кукуруза. Ну и в дальнейшем хотим развиваться и работать, и расширяться. Район наш традиционно занимается и бахчевыми культурами, причем в больших объемах, порядка 70 тысяч тонн мы производим ежегодно. И овощные культуры – это томаты, это перец. Во всяком случае, в этом году фермеры не снижают свои объемы. Это будет рост бахчевых порядка на 8% и рост овощных культур на 6%. Для камызиакских аграриев санкции равно возможности. Есть гарантия того, что вся продукция пойдет на сбыт. В Камызиакском районе овощи выращивают 35 крестьянских хозяйств. В регионе их более тысячи, и все нацелены на импортозамещение. Леана Капланова, Роман Черкашин, Центр новостей. Астраханский художник Игорь Парахин планирует персональную выставку на Донбассе. Глава региона Игорь Бабушкин поддержал инициативу художника, а коллеги по творческому цеху изъявили желание присоединиться. Возможно, скоро астраханские работники культуры выступят в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик на их земле. С предложением об организации поездки они обратились напрямую к губернатору во время неформальной встречи в областной картинной галереи. Золотые купола церквей, волга, рыбаки на промысле, старая Астрахань. И все показано с какой-то особой теплотой. Художник Игорь Парахин в своих работах как будто признается любви этим местам и все, что с ними связано. Астраханская область для него за четверть века стала родной. Сам он родом с калмыцких степей. Игорь – это та классическая школа, например, если мы откроем наших академических живописей, и тема очень интересная, близкая, настоящая наша, как мы говорим, этот код наш культурный, то это как раз Игорь. Зоркий взгляд художника и здоровое любопытство. Кажется, в эти минуты он не просто художник, краевед. Расскажет то, что не каждый коренной астраханец знает. Поэтому лично сопровождает губернатора Игоря Бабушкина по своей новой выставке в Дагадинке. Каждая картина – как отдельная история. Выставка «Путь в четверть века» – как под итог творческой жизни мастера. Сколько за 25 лет Игорь Парахин написал пейзажи, натюрмортов, портретов, наверное, и сам автор не скажет. Только здесь представлено около 70 работ. Они едва вмещаются в двух залах картинной галереи. Выставка будет представлена в Дагадинке до конца этой недели. Впереди у художника большие планы. Игорь Парахин обратился к главе региона с предложением организовать выставку для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Моя выставка в поддержку наших домов, социалистов, народных. Помогло там пройти и порадовать людей, которые сейчас в нелегкой вреду. Я думаю, что это хорошая, очень хорошая идея. И такой опыт уже имеется. Астраханский музей-заповедник с 2014 года трижды выезжал с экспозициями в ДНР и ЛНР. Поддержали жители Донбасса и астраханские музыканты. Группа «Ренессанс» первыми из российских артистов побывала с концертами в Горловке в декабре 2016 года. В последующий год еще несколько раз приезжали на Донбасс. По два концерта. То есть это было как в черно-белом кино. Мы залетели туда на территорию ночью. В шесть утра уже подъем, в двенадцать часов первый концерт, в четыре часа второй концерт. Причем это разные города. Народ собирался на концерты. Вот знаете, как автобус заходит там. Пять минут открывается дверь. Заходят. Мы сначала тоже не думаем, что мы будем делать. Что звучать, что им нравится, что не нравится. Глава региона согласился с астраханскими деятелями культуры, что жителям Донецка и Луганской народных республик сейчас нужно оказывать всяческую поддержку. Где-то делом, а где-то просто словами. С песней, ободряющими стихами или солнечными пейзажами. Очень важно опираться на какие-то понятные ценности, связанные с культурой, искусством, историей, нашими археологическими, архивными, какими-то материалами. Ну, мы справимся. И все говорит нам о том, что тот курс, который выбран президентом, и то мужественное решение, которое он вынужден был принять. Мне кажется, что ни у кого не должно быть сомнений о том, что, во-первых, правда на нашей стороне, а во-вторых, мы, конечно, обязательно победим. Да. Поедет ли на Донбасс только художник Игорь Парахин со своей выставкой или от Астраханской области отправится целая делегация деятелей культуры, этот вопрос сейчас обсуждается. Но то, что там астраханцев встретят с теплотой, сомнений нет. Жанна Алиева при поддержке Пресс-службы администрации губернатора Астраханской области. Ограничений по возрасту нет. На специальном показе Каспийской недели моды свои новые коллекции представили 8 астраханских дизайнеров. Среди них 10-летняя Хава Магомадова. Моделями стали дошкольники, подростки и девушки постарше. Некоторые модели 50+. Специальный этот показ еще и потому, что организован в поддержку астраханских дизайнеров. О моде вне санкций и возрастных ограничений Анна Жучкова. Листья земляники, малины, лютика. Гармония с природой, которая отображена через принты на одежде. На создание образов Веронику Сопрыкину вдохновляет природа родной Астрахани. Трафареты для окрашивания дизайнер находит на даче. Свою первую коллекцию она решила представить на специальном 14-м показе Каспийской недели моды. Когда я начала заниматься эко-крашением, творческий путь у меня сложился именно в этом направлении, я решила, что мне хочется эту одежду продвигать в люди. Дизайнерские наряды Вероники Сопрыкиной не отличаются яркостью и буйством цвета. Зато они отлично подойдут для повседневности в жаркую астраханскую погоду. Платья выполнены из тонкого льна. Легкий крой – сплошное удобство. Именно эти образы представлял на Каспийской неделе моды коллектив «Астрахань-24». Море эмоций. Трясутся поджилки, ладошки влажные, руки холодные. Мы сейчас с девчонками друг друга поддерживали. Ни одна из нас не осталась равнодушна. Прониклась атмосферой. Настоящий фурор произвела коллекция 10-летнего дизайнера Хавы Магомадовой. В конце прошлого года родители поддержали Хаву в открытии собственного бренда одежды. Эскизы для будущих образов дизайнер разрабатывает самостоятельно. А портные воплощают идею в реальность. У меня есть моя команда. Они щут, а я рисую. Хочу делать национальные платья, чтобы мой народ гордился со мной. Специальный показ организовали в поддержку астраханских и российских брендов и дизайнеров. Он собрал более 150 участников, моделей, фотографы, дизайнеры. Восемь астраханских брендов представляли яркие повседневные образы для детей. Элегантные дневные, вечерние и деловые для взрослых. Реально платья, шикарные наряды. Поэтому то, что для Астрахани, это большая редкость, так скажем. Я думаю, что наши астраханские дизайнеры вполне смогут пополнять рынок своими коллекциями, потому что они очень яркие, востребованные. Каспийская неделя моды на протяжении семи лет поддерживает местные бренды. Специальный показ – это возможность для новичков фэшн-индустрии проявить себя и выйти на новый уровень, вдохновить бывалых дизайнеров на новые идеи. Анна Жучкова, Руслан Срывченко, Центр новостей. На этом у меня все новости к этому часу. Следите за новостями на нашем сайте А24.пресс. А сейчас блок полезной информации для тех, кого интересует работа банковского сектора. Управляющим ВТБ в Астраханской области назначен Федор Лобанов. В новой должности он будет отвечать за реализацию стратегии развития розничного и корпоративного бизнеса ВТБ, а также укрепление позиций банка в регионе. Руководитель банка решил ответить на самые острые вопросы астраханцев, которые касаются финансов. Как не потерять накопленные упорным трудом деньги? Можно ли получить отсрочку под действующим кредитом? Будут ли действовать льготные программы жилищного кредитования? Все отделения и банкоматы ВТБ работают в полноценном режиме. В полном объеме доступны все операции по вкладам и накопительным счетам. При этом максимальная ставка доходит до 25% годовых. Внутри страны кредитные и дебетовые карты банка функционируют без каких-либо ограничений, в том числе виза и мастер-карты. События последних дней существенно изменили привычный ход жизни, особенно в вопросах финансов. В Астраханской области разрабатываются антикризисные меры. К работе присоединяются и банки. ВТБ стал одним из первых банков, который начал принимать заявки от частных клиентов и предпринимателей на кредитные каникулы. Кредитные каникулы в рамках программы доступны всем физическим лицам, независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. Платежи могут быть перенесены на срок до 6 месяцев. Отсрочка по платежу распространяется на все виды розничного кредитования. Подать заявку на кредитные каникулы можно в приложении ВТБ онлайн или обратиться по номеру телефона горячей линии, которую вы видите на своих экранах. Региональным предприятиям доступны новые программы кредитования. Их запустил Банк России. Ставка по льготным кредитам для представителей среднего бизнеса 13,5% годовых, для малых предприятий до 15% годовых. Максимальная сумма финансирования в рамках одной сделки до 1 миллиарда рублей. Несмотря на рекордный рост ключевой ставки Центробанка до 20%, семьи с детьми до сих пор могут приобрести жилье в кредит под 5%. Также ВТБ приступил к приему заявок по льготной ипотеке с расширенным лимитом 6 миллионов рублей, анонсированный 23 марта правительством Российской Федерации. Ставка составит 12%. При этом астраханцы еще могут успеть до конца марта оформить жилищный кредит на старых условиях под 6,35%. Анна Жучкова, Роман Черкашин, Центр новостей.